Здравствуйте, товарищи студенты! Сегодня тема лекции посвящена сущности предмета, который мы с вами изучаем. Она называется «Сущность биоэтики». Мы рассмотрим следующие вопросы. Биоэтика как синтез этики, медицины и права. Причины выделения биоэтики в самостоятельную науку. Также рассмотрим значения биоэтики. Второй вопрос будет посвящен принципам биоэтики, нормам биоэтики, задачам биоэтики. Третий вопрос посвящен высшим моральным ценностям в биоэтике. Четвертый вопрос рассматривает отличия биоэтики о традиционной медицинской этике. Соотношение биоэтики и диантологии. Пятый вопрос называется «Практическая биоэтика». Здесь мы рассмотрим морально-правовые документы, регулирующие проблемы биоэтики. И шестой вопрос посвящен биоэтическим комитетам. Со второй половины XX века изменения в медицине принимают принципиально новый характер. Современная медицина получает реальную возможность давать жизнь. Здесь можно сказать о репродуктивных технологиях. То есть это искусственное благотворение, искусственная инсеминация, эко, суррогатное материнство. Далее определяет и изменяет ее качественные параметры. Медицина изменяет и определяет качественные параметры жизни. Например, здесь можно говорить о генной инженерии, о транссексуальной хирургии. Также медицина сейчас может отодвигать время смерти. Здесь следует упомянуть о реанимации, трансплантации, геронтологии. Новые возможности медицины, связанные не столько с лечением, сколько с управлением человеческой жизнью. Например, здесь генетическая коррекция особенностей человека. Допущение донорства без согласия. Ну, здесь речь идет о посмертном донорстве. Уничтожение жизни на эмбриональных стадиях. Отказ и прекращение медицинской помощи безнадежному больному. Вступают в противоречие с установившимися моральными ценностями и принципами. И в силу этого противоречия и формируется биоэтика, как система знаний о границах допустимого манипулирования жизнью и смертью человека. Биоэтика – это сложный феномен в современной научно-исследовательской и медицинской культуре, философии и юриспруденции. То есть, можно сказать, что биоэтика – это синтез этики, медицины, естественных наук, биологии и права. Синтез этики, медицины и права. Термин биоэтика впервые появился в научной, медицинской и философской литературе в середине прошлого столетия. Его ввёл в широкий научный, философский и медицинский оборот на рубеже 70-х годов в 1969 году американский биолог, врач-онколог Ван Ресселлер Поттер. Термин биоэтика состоит из двух составляющих. Биоэтикс состоит из составляющих биос, что обозначает жизнь по-гречески, биоэтика и этика, то есть переводится как «этика жизни». Это было, образно говоря, некое интеллектуально-нравственное наведение мостов между естествознанием в целом, биологией, медициной, этикой как частью философии и правом. Основатель биоэтики – американский биолог, биохимик, учёный-гуманист Ван Ресселлер Поттер. Поттер вводит в научный обиход термин «биоэтика» и определяет её основные направления. Идея Поттера – не всё то, что возможно технически, правильно с моральной точки зрения. Второй основной момент – необходимо контролировать вмешательство в окружающую среду, включая животный мир и самого человека. Он окончил биологический факультет по специальности биохимия университета в Южной Дакоте, затем магистратуру в Висконсинском университете. Многие годы работал в Висконсинском университете сначала профессором онкологии, затем ассистентом директора лаборатории Мак-Ардла, и затем он первым продемонстрировал положительный терапевтический эффект комбинации ингибиторов клеточного роста и химиотерапии при лечении рака. Поттер за достижение в области биохимии, исследование проблемы рака и развития биоэтики, был удостоен множества наград, в том числе наградой Нобелевского фонда и Международного общества по биоэтике. Он является автором более 350 работ в области биохимии и исследований рака и 50 статей и книг по биоэтике. Вот здесь даны основные его книги по биоэтике. Биоэтика наука выживания, которая была написана в 1971 году. Он в ней обосновал основные принципы биоэтики. И работа, тоже его основополагающая, биоэтика «Мост в будущее», которая была написана в 1972 году. Множество у него было книг также по биохимии, связанных работ по онкологии. Но нас интересует биоэтика. Вот ещё была работа такая «Ресурсы решения», «Глобальная биоэтика». В своих работах он охватывает широкий круг проблем, относящихся не только к биохимии, но и к физиологии, экологии, философии и социологии. Наш академик Тищенко биоэтик определяет следующим образом. Биоэтика – это междисциплинарная область знаний, охватывающая широкий круг философских и этических проблем, возникающих в связи с бурным развитием медицинских, биологических наук и использованием здравоохранения высоких технологий. По Поттеру, биоэтика – это мост между естественными и гуманитарными науками, а конкретнее между биологией и этикой. То есть биоэтика – это новая наука о выживании человечества как вида и одновременно системы этических норм для нормальной устойчивой цивилизации будущего. То есть мы говорим, что биоэтика была некоторым нравственным наведением мостов между естествознанием в целом, биологией, медициной, философией, правом. Связь эта рассматривается многопланово. Но для Поттера главной была задача – сформировать в сознании людей ответственность, которая бы нацеливала всех учёных, медиков, всех специалистов, исследователей и хранителей жизни на разумное использование новейших открытий в науке вообще, в биологии и медицине в особенности. Поттер пишет, «Человечество нуждается в соединении биологии и гуманитарного знания, из которого предстоит выковать науку выживания и с её помощью установить систему приоритетов». То есть мы говорим о соединении биологии, естественных наук и гуманитарного знания. На формирование биоэтики значительное влияние оказала современная биософия. Это раздел философии, занимающийся анализом и осмыслением новейших достижений различных наук. В выявлении закономерностей саморазвития всего живого на Земле. Большой вклад в гуманизацию наук о жизни вообще и человеческой жизни в особенности вносят философские воззрения, связанные со всеобщей экологией. Биософия, как учение о мудрости жизни, вбирает в себя широкий круг понятий, характеризующих земной биос, биосферу, их эволюцию, организацию. К ним относятся специфика живого, единство живого, разнообразие живого, адаптация, жизненная среда, биосфера, биодиоциноз, биохимические круговороты и многое другое. Они лежат в основе биологического знания. На них базируется теоретическое мышление в области биологии, биомедицины, без которого невозможно развитие биоэтического сознания людей. Биософия учит землян бережно относиться к природе, биологии, призывает стремиться к сохранению жизни, сбережению своего здоровья. Биоэтика руководствует сабиософскими идеями, идеалами и принципами, а также правовыми требованиями к учёным, медикам, ко всем специалистам, имеющим то или иное отношение к жизни вообще, нацеливает их на её защиту, сбережение здоровья людей. В то же время, сама в современной системе здравоохранения имеет и особую профессиональную составляющую. Она выдвигает на первый план задачи сбережения жизни вообще, то есть в земной биосфере и человеческой жизни в частности, укрепление физического, психического и умственного здоровья людей. В этих целях устанавливаются качественно иные морально-правовые отношения во всей системе здравоохранения между взаимодействующими субъектами, учёными, врачами, медсёстрами, пациентами. То есть мы говорим, что биоэтика – это наука о сохранении сбережения жизни вообще и человеческой жизни в частности. Главенствующим принципом биоэтики стал принцип Арнольда Швейцера «Благоговение перед жизнью». Годы жизни – 1875 год, 1965 годы. Годы жизни Швейцера. Этот гуманный принцип требует, по сути, от каждого человека относиться с благоговением к каждому живому существу и уважать его как собственную жизнь. Он предполагает осознание людьми необходимости самопожертвования во имя сохранения жизни. Воспитание чувства личной ответственности и сострадания. Альберт Швейцер. В 1953 году за свои работы Швейцер был награждён Нобелевской премией мира. На полученные средства он построил рядом с Ламбарена деревушку для прокажённых. Это в Африке. Этика благоговения перед жизнью разработана и подтверждена практической деятельностью Альберта Швейцера. Швейцер говорит о сострадании и сочувствии ко всем живым существам, независимо от их положений и иерархии в природе, как о норме существования в мире. Благоговение перед жизнью требует сочувствия, любви в самом высоком смысле, то есть любви как служения всем творениям, независимо от их близости к человеческой природе. Просматриваем вопрос о принципах биоэтики. Первый принцип – не навреди. Следующий принцип – делай добро. Принцип уважения, автономии личности. Принцип благодеяния. Принцип справедливости. Принципы не навреди и делай добро являются фундаментальными основаниями традиционной медицинской этики со времен Гиппократа. А принципы уважения, автономии личности и справедливости становятся актуальными на современном этапе развития биомедицинской этики. Давайте поподробнее поговорим об этих принципах. Принцип не навреди. Принцип не навреди в латинской формулировке выглядит как «primum no nosre», что означает прежде всего «не навреди» и восходит к этике Гиппократа. Этот принцип считается моральным основанием медицины. Принцип предполагает необходимость избегать вреда, который врач может нанести пациенту. Возможными причинами вреда могут быть бездействием врача и не оказание помощи тому, кто в ней нуждается. Небрежность и злой умысел. Случайные ошибки или неквалифицированные действия врача. Также моральный вред, связанный с утаиванием информации и обманом пациента, разглашением врачебной тайны, грубым или невнимательным отношением со стороны медицинского персонала. Безусловно, моральный долг врача исключить из своей практики и вред, вызванный этими причинами. Однако, следует отметить, что любое медицинское вмешательство сопряжено с риском для пациента и зачастую полностью избежать вреда невозможно. Поэтому, принимая решение о проведении лечебной, диагностической, профилактической процедуры, врач должен постоянно взвешивать выгоды от проведенной манипуляции и риски, связанные с конкретным медицинским вмешательством. Во-первых, какие бывают, что нужно соблюдать врачу? Во-первых, причиняемый вред не должен превышать того блага, которое приобретается в результате медицинского вмешательства. Это первый принцип. Не должен причинять вред того блага, которое дает медицинское вмешательство. Второй принцип. Чтобы при выбранном варианте действий сам по себе этот вред был минимальным по сравнению со всеми другими возможными вариантами. Минимальный вред, чтобы был нанесен. и блага, которые человек получает в результате действий медицинского работника, представляют минимальный риск для пациента. Вот эти основные принципы должны быть врачом соблюдены. Далее, следующий принцип. Принцип «делай добро». Этот принцип требует активных действий, направленных на сохранение жизни и восстановление здоровья, облегчение боли и страдания пациента. Он восходит к пониманию медицины парацельса. С позиции современной биомедицинской этики интерес науки не должен превалировать над интересами конкретной личности. В отличие от принципа «не навреди», эти действия предполагают не сколько рациональные соображения, сколько такие чувства и эмоции, как сострадание и милосердие. При этом врач обязан заботиться не только о благе пациента, но и о благе общества в целом. Например, бороться с распространением эпидемии. Также должен заботиться о благе науки, без которой невозможен прогресс в медицине. Трудности возникают, когда возникают противоречия между этими видами блага. С позиции современной биомедицинской этики интерес науки не должен превалировать, как мы говорили уже, над интересами конкретного пациента. Однако в исключительных случаях считается морально оправданным ограничение свобод отдельного человека во благо общества. Ну, вот мы говорим, у нас был пример этого во время заражения коронавирусной инфекцией, то есть при угрозе распространения эпидемии. Следующий принцип. Принцип уважения автономии личности. Уважение автономии личности. Основан на признании человека как безусловной ценности и предполагает свободный выбор личности в отношении своей жизни и здоровья. Что здесь имеется в виду? То есть человек сам может выбрать лечебное учреждение, может выбрать лечащего врача, может написать согласие или отказ от лечения. при этом выбор, который делает пациент, как бы он не расходился с позицией лечащего врача, должен определять дальнейшие действия последнего, то есть врача. Таким образом, право выбора и ответственность за него не сосредоточены всецело в руках врача, а распределяются между ним и пациентом. Пациент может совершать автономное действие, если он компетентен, то есть осознает последствия своего решения. Информирован и совершает его без каких-либо внешних принуждений. Больной пациент обычно подписывает информированное согласие. И также пациент должен совершать это добровольно, добровольно должен подписывать все эти документы и идти на это лечение. Очевидно, что соблюдение этих условий возможно только в случае активного диалога между врачом и пациентом. То есть если компетентен пациент информирован и совершает его без принуждений, то есть добровольно. В медицинской практике нередко встречаются ситуации, когда пациенты не могут принимать в полной мере осознанного решения. Либо в силу своего возраста речь идет о детях, либо по состоянию здоровья. Здесь речь идет о лицах, которые страдают психическими отклонениями, психическими расстройствами. В этом случае автономия переносится на их законных представителей, то есть близких родственников, опекунов, усыновителей, попечителей. Они должны принимать решения. Если законные представители отсутствуют или установить их местонахождение не представляется возможным, решение может принимать врач или консилиум врачей. При этом их действие должно быть обосновано принципами «Не навреди и делай добро». То все эти принципы связаны между собой. Следующий принцип – это принцип справедливости. Принцип справедливости на уровне отношений врач-пациент предполагает оказание помощи больному вне зависимости от его пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального и материального положения, политических убеждений и вероисповедания, личных предпочтений врача. На уровне системы здравоохранения в целом предполагается равный доступ всех слоев и групп населения к получению биомедицинских услуг и благ, доступность фармакологических средств, лекарств, защиту наиболее уязвимых слоев населения. При распределении дефицитных ресурсов здравоохранения приходится обращаться к тем или иным критериям справедливости. Принцип равенства, критерий равенства, принцип учета индивидуальных потребностей или заслуг, принцип уважения человеческого достоинства, принцип целостности и принцип уязвимости. Безусловно, ни один из этих принципов, ни один из этих критериев не может считаться абсолютным и часто для распределения ограниченных, к сожалению, медицинских ресурсов используется сразу несколько критериев. принцип или критерий равенства здесь понятно, что все должны быть в равном положении, все должны получать медицинские услуги. Принцип учета индивидуальных потребностей или заслуг, здесь достаточно сложно учесть этот принцип, на самом деле, кто больше заслужил в данном случае тому, чтобы получить какие-то какое-то медицинское лечение, которое в данный момент необходимы ему. Следующий принцип уважение человеческого достоинства предполагает признание самоценности каждой личности, в том числе людей, которые в силу своего физического или психического состояния не обладают возможностью выразить свою волю. Уважение человеческого достоинства, то есть нужно уважать каждого человека, каждую личность. Принцип целостности акцентирует внимание на физической и психической тождественности, личности самой себе. Невозможно разрушение этого тождества. И следующий принцип уязвимости. Принцип уязвимости характеризует хрупкость и конечность каждой жизни. и требует особой защиты и внимания по отношению к отдельным группам населения. То есть здесь речь идет о бедных, малограмотных людях, о детях, об инвалидах, то есть о более уязвимых слоях населения. Типичные вопросы в рамках реализации принципа справедливости. Вот мы говорим, достаточно сложно определить, какого больного лечить следует в первую очередь. Как установить очередность получения органов для трансплантации, дорогостоящей аппаратуры и лекарств, а иногда и обычного медицинского обслуживания. каков тот минимум здравоохранения, которое имеет право получить каждый человек без исключения. Это типичные вопросы, которые возникают при реализации этого принципа справедливости. Взаимоотношение медицинского работника и больного понятие очень сложное. Оно охватывает целый комплекс морально-этических психологических проблем, с которыми медицинскому работнику приходится постоянно сталкиваться и находить правильный ответ. Поэтому человек, решивший посвятить себя медицине, должен не только освоить эту профессию, но и обладать особым умением общаться с людьми. реагировать на чужую боль, быть готовым бороться за здоровье каждого человека. Даже полностью усвоив программу медицинского вуза, можно не стать хорошим врачом, хорошим медицинским работником. Ибо знающий медик и хороший медицинский работник не одно и то же. современному обществу нужны медицинские работники, сочетающие в себе прочные профессиональные знания с нравственными принципами медицинской профессии. В отличие от других наук, медицина тесно связана с судьбой человека, его здоровьем и жизнью. Отсюда вытекают и особые нравственные качества медицинского работника. Наиболее точно они определяются понятием гуманизм. Без гуманизма медицина теряет право на существование, ибо её научные и профессиональные принципы вступают в противоречие с её основной целью служение человеку. Человек это высшая ценность на свете. Поэтому гуманизм в медицине составляет её этическую основу, её мораль и служит нравственному развитию личности медицинского работника. Теперь мы с вами рассмотрим нормы биоэтики. Это правдивость, приватность, неумешательство в частную жизнь, конфиденциальность, то есть соблюдение врачебной тайны, сейчас немножко поподробнее об этом поговорим, лояльность и профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность, правдивость, конфиденциальность. Норму можно понять, как выраженное признание и уважение, которое оказывает доктор личности каждого пациента. Здесь должна быть соблюдена врачебная тайна. Что входит в врачебную тайну? Это сведения о доноре, данные о состоянии здоровья и диагнозе, сведения о наличии психических расстройств, сведения о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья пациента и его диагнозе. Далее в врачебную тайну также входит прогноз и все те сведения, которые врач получает в результате обследования и лечения пациента. Врач должен соблюдать конфиденциальность. Норм правдивости. Пациент имеет право на информацию, необходимую для информированного согласия, потому что он нуждается в этой информации, чтобы принять решение относительно лечения. Второй момент. В других случаях, когда нет вопроса о лечении, пациент может иметь право на правдивую информацию, потому что он оплатил ее в коммерческой медицине. И третий момент. Когда он нуждается в ней, чтобы принимать важные немедицинские решения или избежать больших несчастей. Задачи биоэтики. Сохранение здоровых экосистем, воспитание и утверждение таких нравственных принципов у медицинского работника, которые будут способствовать быстрому и эффективному выздоровлению больного. Следующий важный момент. Этическое регулирование научных исследований. Далее. Гуманизация воспитания и образования как развенчание антропоцентрической и утверждение биоцентрической концепции. В центре мироздания в антропоцентрической концепции стоит человек. В биоцентрической концепции к человеку относятся как равному элементу среди других элементов живого мира наряду с другими живыми существами. Следующая задача. Повышение уровня требований к медицине и здравоохранению. И еще одна задача совершенствования законодательства по биоэтическим проблемам. То есть практическая биоэтика. Мы об этом с вами поговорим немножко позже. то есть задача основная состоит в том чтобы сформировать новое морально-правовое сознание и самосознание. Это биоэтическое сознание. Академик Рамн Юрий Шевченко заявляет общественный смысл биоэтики заключается в том что она является конкретным проявлением гуманизма в медицине. Данный критерий является основным в научных исследованиях биологии. какие бы цели ни ставили с исследователями гуманизм и безвредность для человека всегда должны стоять на первом месте. В этом и состоит нравственная ответственность медика исследователя ученого. Далее мы с вами рассмотрим проблемы биомедицинской этики. я вам их сейчас кратко назову. Этические проблемы современной медицины, биомедицинской этики в том числе. Это те проблемы, которые мы с вами будем изучать на протяжении нашего курса биоэтики. Это проблемы эвтаназии, следующая лекция будет посвящена проблеме эвтаназии, проблемы аборта, проблемы репродуктивных технологий, экстракорпоральные оплодотворения, суррогатное материнство, проблемы контрацепции, проблемы ятерогении, врачебные ошибки, пределы показания медицинской помощи, проблемы трансплантации органов, этикоправовые аспекты нас будут интересовать, проблемы генной инженерии, проблемы проведения экспериментов на человеке и животных, далее, проблема отношения между врачом и пациентом, будет посвящена целая лекция этой проблеме, организация хосписов, тоже тесно связана с проблемой эвтаназии, проблема отношения к людям, являющимся психически неполноценными, нездоровыми, проблемы ВИЧ инфицированных, межпрофессиональные отношения в медицине и проблемы социальной справедливости в медицине, вот мы сейчас уже разобрали с вами, что представляют из себя критерии справедливости, принцип справедливости в медицине, вот все это, в общем-то, проблемы биомедицинской этики. Далее мы с вами рассмотрим высшие нравственные ценности в биоэтике. К числу высших морально-нравственных ценностей, особо значимых в медицинской науке и клинической практике, а ныне получивших закрепление в биоэтике, относятся. Долг и честь ученого и врача, сохранение достоинства пациента, страдания и сострадания, свобода выбора и ответственность. С ними сегодня связывают право на риск и на возможность медицинской ошибки. Проблема риска в медицине тесно связана с проблемой новаторства врача, когда достаточно сложно рассчитать последствия влияния медицинской манипуляции. Научное дерзание, предпочтение большего риска во имя достижения блага, то есть обретение пациентом утраченного здоровья, без него не может быть научного творчества и прогресса в здравоохранении. Без научного дерзания не может быть прогресса. Биоэтическое сознание врача каждый раз требует давать оценку его врачебной инновации, врачебного исследования. Врач не освобождает себя от нравственной ответственности. При этом наличие в клинической практике врачебных просчетов и несчастных случаев как неизбежных явлений, сопутствующих лечению неординарных заболеваний, ни в коей мере не должно означать право врача на ошибку. Творческие инновации и нравственная ответственность врача самым тесным образом связаны с его нравственным отношением к своему врачебному долгу, обусловленному ценностью сохранения жизни людей и укрепления их здоровья. Врачебный долг заключается в выполнении всех профессиональных требований, связанных с его клинической работой и достижением главной врачебной цели, то есть выздоровления пациента, вне зависимости от условий и времени оказания медицинской помощи, от состояния врача и его отношения к личности больного. Высшим проявлением профессионального долга врача является соблюдение им принципа гуманизма, принципа Арнольда Швейцера благоговения перед жизнью и добросовестного выполнения врачом всех своих обязанностей по отношению к заболевшим людям. Руководствуясь принципами биоэтики, врач призван уважительно относиться к достоинству каждого своего пациента, независимо от его социокультурного положения, независимо от его личностных качеств и от состояния здоровья этого пациента. Святость жизни и ценность личности главное, что лежит в основе моральных требований биоэтики. рождение учения этики естественное научное и социально гуманитарное явление здравоохранения. В современных условиях развития научных технологий традиционная этика при всей ее привлекательности биоэтики и актуальности уже не способна в полной мере ориентировать ученых, медиков, исследователей в их жизни и деятельности. Основное отличие биоэтики от традиционной этики и тем более диантологии состоит в том, что если последние давали людям довольно четкие рекомендации и советы как вести себя в определенных условиях той или иной ситуации, то биоэтика ставит более широкие и глубокие задачи по отношению к принятию решения при неординарных медицинских ситуациях. Биоэтика апеллирует к разуму и совести самих ученых или медиков и тем самым возлагает на них всю полноту личной ответственности за их творческие проекты и действия как специалистов, которые лучше других должны понимать возможность негативных последствий. Ученым и медикам при этом необходимо опираться на общественное мнение при принятии окончательного решения о внедрении в практику новых научных радикальных преобразований и изобретений. Основной задачей биоэтики, как мы говорили, считается сбережение здоровья людей как необходимые условия для их благополучной физической, психической и социокультурной жизни. каждому человеку важно уметь поддерживать своё здоровье в хорошем состоянии. здоровье Если же для поддержания здоровья требуется вмешательство медиков, то помощь врача должна быть максимально быстрой и квалифицированной. И квалифицированной. Каждый человек должен своё здоровье поддерживать в должном состоянии. Он должен быть здоровым, что помогает ему творчески, созидательно трудиться и вносить свой посильный вклад в общенациональное развитие своей страны. Согласно идеям биоэтики за своё здоровье должен не просто бороться, а биться каждый человек. Не просто бороться, а биться каждый человек. Учёным, медикам и другим специалистам необходимо постоянно создавать новые моральные принципы в науке, медицине, которые были бы направлены на обеспечение надёжной защиты не только здоровья людей, но и всего живого на планете. Все инновационные морально-правовые идеи и принципы биоэтики по отношению к науке и медицине должны надёжно защищать активную творческую жизнь человека и его личные и общественные интересы и потребности. сохранение и поддержание своего здоровья самим пациентом есть его сознательное следование идеалам здорового образа жизни и творческого стиля деятельности, диететики, которое издревле получило название диететики. Мы с вами об этом говорили на занятиях по истории медицины. Это ещё древнее было учение диететика. От слова ди-атте образ жизни. От слова ди-атте образ жизни. Сегодня она считается наиболее эффективным средством улучшения жизни людей, направленным на устранение причин всевозможных заболеваний. Отсюда следует, что бороться надо и с неблагоприятными общественно-экономическими условиями, и с негативными политическими причинами, которые иногда способствуют росту заболеваний. Следующий вопрос практическая биоэтика. Морально-правовые документы, регулирующие проблемы биоэтики. Можно сказать, что в последнее время философы, ученые, этики, медики разработали инновационные документы по вопросам биоэтики. Первый биоэтический документ, который был разработан учеными, это был Нюрнбергский кодекс. Он был принят в 1949 году, когда после войны Второй мировой вскрылись все преступления, все бесчеловечные опыты, которые проводили фашистские следователи, в частности, на пленных людях. в общем-то в этом документе были изложены права испытуемых. Права испытуемых. Одним из важных документов является Хельсинская декларация, которая была принята Всемирной медицинской ассоциацией ВМА в 1964 году с последующими дополнениями и изменениями. В ней были изложены нормы поведения при проведении исследований. Определена значимость этической защиты участника исследования с использованием независимой этической экспертизы и информированного согласия субъектов исследования. Древние идеалы гуманности и моральные принципы, воплощенные в биомедицинской этике, сегодня в обобщенной форме изложены в Конвенции о защите прав и достоинств человека в связи с использованием достижений биологии и медицины. Эта конвенция была принята Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 1996 году. На первом месте стоит защита интересов отдельного человека, отдельного человека, прежде всего пациента. Они должны превалировать над интересами государства. Все правительства указываются в Конвенции, обязуются обеспечить равную доступность медицинской помощи надлежащего качества всем членам общества. Причем любое медицинское вмешательство в сферу сбережения здоровья людей должно отныне осуществляться в полном соответствии с профессиональными знаниями и умениями, а также гуманными идеалами. Стремительный рост декларации документов этического характера, принимаемых национальными и международными профессиональными медицинскими ассоциациями, сопровождается формированием медицинского законодательства. При этом ценности и законы даже в пространстве одного государства не всегда совпадают, обнаруживая ценностное многообразие и различие между такими формами регулирования человеческих отношений как мораль и право. В 1993 году в общеправовой классификатор отраслей законодательства РФ впервые включается такая самостоятельная отрасль, как законодательство об охране здоровья граждан, которое, в свою очередь, представлено рядом законов о трансплантации органов и или тканей, о психиатрической помощи и так далее. Российское законодательство должно было быть приведено в соответствие с принципами международного права и стандартами Всемирной Организации Здравоохранения. Российское законодательство об охране здоровья граждан являет собой попытку организовать работу отечественного здравоохранения в новой для России но отработанной западной культурой либеральной парадигме права и законности. Применение новых биомедицинских технологий в России с каждым днем расширяется. Тем не менее о его полноценном правовом регулировании говорить еще рано. Это проявляется в частности в недостаточном правовом регулировании например при проведении репродуктивных технологий в правовом беспределе практики фитальной терапии. Поэтому вопрос об этическом самосознании врачей практиков ученых исследователей и моральной ответственности пациентов за согласие на принятие той или иной методики лечения приобретает в настоящее время особую важность. С учетом гуманных идеалов и принципов изложенных во всеобщей декларации прав человека этика правовых норм провозглашенных ранее международных документах конвенциях резолюциях рекомендациях организации объединенных наций Совета Европы Всемирной Организации Здравоохранения Всемирной Медицинской Ассоциации создаются и российские этические кодексы медицинских работников. Уже разработаны и функционируют Кодекс Врачебной Этики Этический Кодекс Фармацевтического Работника Этический Кодекс Медицинской Сестры Российская Декларация в защиту прав пациента Важнейшая задача этих морально-правовых документов это ограждение человека от возможных негативных последствий Внедрение в медицинскую клиническую практику качественно иных пока еще недостаточно проверенных медико-биологических достижений и новейших биомедицинских технологий Среди проблем третьего тысячелетия важное место занимают проблемы становления и развития биоэтического сознания у всех медиков Российские ученые особенно медики пропагандируя инновационные идеи сбережения здоровья апеллируют к современной концепции биоэтики философии здорового человека на четвертой конференции ассоциации врачей России в 1994 году был утвержден первый этический кодекс российского врача в нем зафиксированы такие морально-нравственные принципы и установки как профессиональная компетентность врача недопустимость причинения вреда запрет на злоупотребление врачом своим положением и знаниями ответственность врача за качество оказываемой помощи обязанность уважать права пациента обязанность соблюдать моральные правила в общении с коллегами я призываю вас посмотреть этот документ кодекс врача российского он дан у вас в приложениях к учебнику хрусталева который является вашим базовым учебником в документе подчеркивается что врач обязан быть постоянно готовым оказать ургентную от латинского ургенс неотложной медицинскую помощь любому человеку вне зависимости от его пола возраста расовой и национальной принадлежности социально-культурного статуса религиозных и политических убеждений а также иных немедицинских факторов включая материальное положение предложение о безвозмездной помощи неимущему вполне этично и морально оправдано анализируя нынешнюю ситуацию в мире приходится констатировать что будущее человечества неоднозначно и вызывает все большую тревогу происходящие в мире информационные научно-технические и биотехнологические изменения требуют соответствующего изменения этических подходов к сфере общественных природоохранительных здоровья сберегающих и других видов отношений между людьми и их бережливого отношения к природе и всему живущему на земле еще гиппократ говорил что врач подобен богу от обогащения сознания врачей всех медиков новыми морально-правовыми ценностями биоэтики во многом зависит профессиональная их подготовка как специалистов и как высоконравственных людей развитие биоэтического сознания врачей фармацевтов медицинских сестер и других медицинских работников при формировании новых этико-правовых отношений в системе здравоохранения мира и современной России привело к признанию статуса пациента как равноправного партнера врача в его личном взаимодействии со всеми медицинскими работниками принятая в 1993 году Конституция РФ закрепила гарантия прав человека оприменительно к сфере здравоохранения и социальные моральные права пациента современный уровень представлений российского общества о правах пациентов мы находим в главном законе отечественного медицинского права основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан статья 30 основ законодательства права пациента предусматривает следующее теперь уже конституционные законные права права пациента права на конфиденциальность на информированное добровольное согласие на получение информации о своих правах обязанностях и состоянии своего здоровья особого внимания заслуживает статья права права на информацию о состоянии своего здоровья которое по сей день вызывает много споров особенно в области онкологии в этой статье подчеркивается что граждане пациенты имеют право получить у врача практически любую информацию о состоянии своего здоровья то есть результаты биопсии о диагнозе включая онкогематологические психиатрические и прогнозы заболевания даже в том случае если этот прогноз будет неблагоприятный следует отметить положение основ в котором говорится информация о неблагоприятном прогнозе заболевания не должна сообщаться пациенту против его воли то есть когда пациент сам не спрашивает об этом но если он об этом спрашивает то врач обязан сообщить ему об объективном положении дел а также всем его родным если сам пациент не возражает против этого то есть он может сообщить также членам семьи пациента если тот не запретил ему говорить родственникам с принятием основополагающих документов в области новых этических и юридических прав пациентов уже на общегосударственном уровне российское здравоохранение перевело это социальную проблему из области личной морали в область общегосударственного медицинского права пациентов и врачей что позволило поставить точку в дискуссиях о возможности и целесообразности информирования больных фактически этими важными решениями российское законодательство было приведено в соответствии с международными нормами по данному очень важному этико-правовому вопросу следующий вопрос мы с вами кратко рассмотрим это этические комитеты другим важным фактором осуществления биоэтической ориентации сознания врачей в научной работе и клинической практике стали этические комитеты в лечебных учреждениях их прерогатива обсуждение сложных морально-правовых проблем возникающих в науке и клинической практике а также формулирование рекомендаций о том как эти проблемы следует решать смысл существования комитетов по биомедицинской этике состоит в том чтобы не доводить проблемную ситуацию до суда если мы говорим о лечебном учреждении а попытаться решить ее на меж личностном уровне путем разумного соглашения биоэтические комитеты формируются из независимых лиц компетентных в вопросах биомедицинской этики которые могут оценить профессиональную сторону дел и дать советы не только практикующим врачам но и всем пациентам сейчас все службы имеющие отношение к медицине проявляют повышенный интерес комитетом по этике и этическим консультациям в деятельности которых они видят способ гармоничного развития отношений медицинских работников и пациентов этические комитеты создаются также в медицинских вузах мы говорим в лечебных учреждениях например у нас Иванове в НИИ кушерство гинекологии существует у нас в медицинской академии этический комитет на национальном уровне национальный комитет по биоэтике российской академии наук при российской медицинской ассоциации этические комитеты формируют и новые морально-правовые средства и действенные механизмы защиты прав граждан от возможных негативных последствий применения врачами современных биомедицинских технологий существуют комитеты на национальном уровне на международном уровне ну вот на международном уровне они занимаются в основном выработкой каких-то этических концепций деклараций которые мы с вами рассматривали этические комитеты являются абсолютно независимыми и состоят в основном из представителей научного медицинского сообщества и специалистов из разных социально-гуманитарных групп которые дают квалифицированные осуждения о научно-технической стороне проекта и предупреждают о степени риска а также прогнозируют осложнения главный метод работы этических комитетов это тщательная экспертиза протоколов и других материалов разного рода научных исследований и инновационных лечебных мероприятий профессиональная и морально-правовая оценка научного протокола как важнейшего документа исходящего из требований биоэтики очень непростая и ответственная задача экспертов специалистов протокол отражает суть и смысл исследования оценивает все сведения о квалификации ученых врачей и других специалистов о личных взаимоотношениях между исследователями и испытуемыми обо всех источниках финансирования конкретного проекта включая сведения об оплате испытуемых степени риска при проведении исследования методах мониторинга определяет пользу и безопасность проводимых процедур определяет методы получения согласия пациентов при негативной оценке предполагаемого исследования этический комитет отправляет протокол на доработку исправления если при проведении исследований возникает угроза жизни и здоровье испытуемого то исследование должно быть тот час прекращено ну в общем то мы разобрались с вами все основные вопросы спасибо за внимание всего хорошего в общем то в общем то не не что это вы